Подписание соглашения о сотрудничестве и договоры между регионом и национальным центром трансплантологии стали отправной точкой в создании настоящего медицинского кластера на базе областной клинической больницы, который руководит заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии ФТПО Рязанского медицинского университета Дмитрий Хубезов. Именно на базе этого медучреждения и планируется открытие центра в области. Работа уже началась с разработанной дорожной карты по шагу, в которой мы планируем в сентябре получить все необходимые документы лицензионные разрешительные на данный вид операции. И как планируем, что в этом году уже проведем первую операцию с помощью наших коллег. Перспективы развития и возможные проблемы обсудили на конференции. В скором времени в регионе будут созданы специальные бригады, в состав которых войдут ведущие хирурги и реаниматологи, терапевты и онкологи. По словам специалистов, в стране крайне остро стоит вопрос донорства и трансплантологии. Сейчас рязанским врачам предстоит пройти обучение и получить соответствующие сертификаты. Только после этого можно будет получить лицензию на оказание подобного рода медицинских услуг. Если лицензия будет получена, Рязанская область станет 30-м регионом, где проводят трансплантологию. И здесь уже предстоит серьезная работа не только для медиков. Транспортная инфраструктура, полиция, вооруженные силы – именно от их слаженной работы будет зависеть, привезут ли вовремя донорские органы. Стоит отметить, что рязанские врачи уже готовы к такой слаженной работе. А регион для создания нового центра был выбран далеко не случайно. Когда мы познакомились со специалистами из Рязани, мы поняли, что у людей горят глаза, что они это хотят. Мало того, мы уже и сегодня, даже встретившись с докторами, с хирургами, мы могли убедиться в том, что они являются носителями очень современных идей, современных методик. Сергей Готьев в своей практике сделал более тысячи сложнейших операций. Он заверил, что после открытия ВКБ-центра трансплантологии они всячески будут помогать рязанским коллегам. Ведь именно трансплантология по праву считается венцом медицинского искусства. И это предстоит постигать на практике. Важно учесть множество нюансов. Подойдет ли донорский орган конкретному человеку, не будет ли отторжения, нет ли противопоказаний и так далее. Мы, конечно, будем участвовать в отборе пациентов предварительно. Создание листа ожидания. А лист ожидания – это тоже достаточно такой продуманный документ, потому что туда должны войти те пациенты, у которых действительно есть показания, отсутствуют противопоказания и так далее. Кроме того, лица, которые находятся в листе ожидания, они должны периодически именно мониторироваться на сиюминутную пригодность трансплантации. Потому что донорский орган может появиться в любой момент. Важно, что многие рязанские врачи уже готовы к работе в Центре трансплантологии. И здесь неоценимый вклад в развитие современной медицины вносит Рязанский медицинский университет имени Ивана Петровича Павлова. По сути, первая такая операция в регионе прошла в Виварии медуниверситета. Экспериментальную лабораторию Ветлаб посетили и высокие гости из Москвы. Там студенты как раз делали пересадку почки животному. Фактически, Рязгому уже готовят врачей-трансплантологов. Говоря о развитии в регионе уже трансплантации полноценной, органной донорства, трансплантации, мы, наверное, здесь будем говорить о развитии всей системы здравоохранения. Может быть, даже смело сказать, перезагрузки, такое здравоохранение 2.0, как сейчас модно говорить. Потому что, конечно, за трансплантацией подтянется неминуемое развитие всех отраслей. Это и сама хирургия, это и терапия, и анестезиология реанимации, и патанатомия, и клиническая лабораторная диагностика, и выхаживание этих больных различной технологией, конечно, это системное решение. Главный врач ОКБ и заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии ФПО РязГМУ Дмитрий Хубезов отметил, что ОКБ и Рязанский медицинский университет просто неразделимы. Сейчас есть некий дефицит медицинских кадров, но благодаря слаженной работе его быстро удастся решить. А создание центра трансплантологии на базе ОКБ открывает новые перспективы. Не столько для врачей, сколько для пациентов. Практически у нас в области будет все то, что надо. Она будет полностью самодостаточной, и мы не будем иметь необходимости посылать пациентов в какие-то другие регионы. Есть ряд пациентов, которые нуждаются в трансплантологии. Ежегодно прибавляется пациентов, которые, если мы говорим о почке, на гемодиализ. И вот чтобы не росло это количество, необходимо то количество, которое приходит на гемодиализ, делать им трансплантацию почки. Потому что качество жизни, да и финансовая составляющая при этом намного лучше и выше. Основной акцент в трансплантологии будет сделан на пациентов с почечной недостаточностью. Именно эта патология чаще других нуждается в пересадке органов. Первую операцию планируют провести уже в этом году. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».